Брно – второй по величине город Чехии после столицы Праги и крупнейший город Моравии. Этот город с более чем тысячелетней историей не уступает Праге по красоте. Брно впервые упоминается в IX веке как замок, но близлежащая территория стала заселяться начиная с V века. Название города происходит от славянского глагола «брнити», то есть «оборонять, укреплять». Город имел важное оборонительное значение вплоть до середины XIX века. Центральную часть Брно, являющуюся пешеходной зоной, опоясывает кольцо бульваров, созданное в 1860-х годах на месте снесенных крепостных стен. Почти все главные исторические памятники Брно расположены в центре города на расстоянии около 200 метров друг от друга. Выходим на Моравскую площадь. Ее украшает храм Святого Фомы, выполненный в стиле барокко. Вблизи видим самую крупную художественную галерею Брно – Моравскую галерею. Есть на площади и макет старинной части города. Рядом неглубокий прямоугольный фонтан «Умеренность», далее здание Конституционного суда Чехии. В теперешнем храме Святого Фомы ранее был монастырь авустинцев, который в середине XIV века основал марграф Йинджих Люксембургский, брат императора Карла IV. Кстати, в авустинском монастыре проводил свои опыты основоположник генетики Григор Мендель. Строительство монастыря завершил марграф Йошт Моравский. В 2015 году тут появился конный памятник, посвященный ему. Автором скульптуры, высота которой составляет 8 метров, а вес достигает 4 тонны, является чешский скульптор Ярослав Рона. У коня непропорционально длинные ноги, но не только это вызывает улыбки. Если посмотреть на переднюю часть скульптуры снизу, вверх, открывается весьма пикантный ракурс. На площади также видим символическую скульптуру «Справедливость». Туловище человека, сваренное из труб, с трудом удерживает куб. Чуть дальше костел Святого Якуба, расположенный на площади Якова. Он был сооружен в конце XIII века. Изначальный облик храма в романском стиле в ходе неоднократных перестроек приобрел готическо-барочные черты. Еще до строительства этой церкви на месте площади Якова располагалось кладбище. Во время раскопа под зданием было найдено одно из крупнейших в Европе костехранилищ, которое насчитывает более 50 тысяч останков людей. Важный элемент храма – церковная башня высотой 92 метра была достроена в 1592 году. И вот выходим на самую просторную площадь Брно – Площадь Свободы. Она имеет форму треугольника. Такая форма была определена трамвайными рельсами и дорогами вокруг нее. Это исторический центр города. Здесь можно найти очень старые дома, которые со временем перестраивались. Например, дом лордов Липы, эпохи Возрождения, а также дом Кляйна. Есть и архитектура прошлого века, коммерческий банк Фукса, здание современной архитектуры. У Омега-дворца с 2005 года появился фонтан. Как и во многих европейских городах, на площади также есть чулой столб, датируемый 1689 годом. Однако главной достопримечательностью площади есть часы в форме гильзы высотой 6 метров, выполненные из черного гранита. Каждый день эти часы бьют в 11 часов, а в маленьких прорезях постамента можно получить сувенир. Этот памятник связан с историей о шведской осаде. Тут же можно увидеть дом у четырех болванов, своды которого поддерживают четыре атланты с глупыми лицами. По площади курсирует очень тихий трамвайчик с кольцевым экскурсионным маршрутом. На площади и вокруг нее расположено множество баров, ресторанов, магазинов и ночных клубов. В 100 метрах от площади свободы расположилось здание старой ратуши. Это самое старое строение в Брно. Сейчас там музей, рассказывающий об истории города. В здании ратуши размещался городской совет и суд. В ратуши печатали деньги и хранили документы, принимали почеты от гостей и решали административные вопросы города. Закладка здания старой ратуши началась в 1240 году. С течением времени его конструкция неоднократно изменялась. Эти процессы происходили до 1935 года, когда городские власти приехали в другое здание. По легенде, во время строительства ратуши городские власти обманули мастера, не заплатив обещанной суммы. И мастер пошутил, согнул одно из украшений декора, создав иллюзию, что башня падает. Атрибуты главных местных легенд находятся в арке старой ратуши. Это легендарное колесо от телеги и брненский дракон, в обязанности которого выполняет чучело крокодила. Фактически, чучело городу подарил моравский Марк Граф. Но по легенде, это вовсе не крокодил, а средневековый дракон. Мол, он наводил страх на местное население. И вот нашелся умник, который зашил в телячью шкуру негашенную известь и подбросил эту прибанку дракону. Тот съел, запил водой, произошла химическая реакция и чудище разорвало на куски. 63-метровая башня старой ратуши, украшенная четырьмя небольшими и одним главным куполом, выделяет здание на фоне других построек. Двор ратуши совмещает в своей архитектуре несколько стилей. В конце 16 века он выполнен итальянскими архитекторами стиле Ренессанс. Дальше выходим на самую старую площадь в Бруно-Капустный рынок. Ее начали застраивать в начале 13 века. Именно вокруг этой площади стал формироваться город. Раньше основная площадь города носила название Верхний рынок и служила торговой площадкой, где можно было приобрести все необходимое для того времени. Сейчас тут продают овощи, фрукты и цветы. Центральное место на площади занимает старинный фонтан – скульптурная композиция «Парнас». Фонтан здесь появился в 1690 году и считается одним из самых оригинальных в Чехии. В композицию включены античные герои и мифологические существа. Архитектор Фишер, создавший фонтан, оригинально решил проблему поступления воды. Подающий водопровод он провел от местной речки Свратка. На эту площадь выходит фасадом знаменитый Дитрихштейнский дворец, где сейчас расположена экспозиция Моранского музея. Среди остальных архитектурных памятников площади стоит отметить три театра – Редута, Гусь на веревочке и Театр у стола. Перед театром Гусь на веревочке можно увидеть чумной стоп, возведенный в 1729 году. У одного из первых чешских театров Редута расположен памятник юному Моцарту. 11-летний вундеркинд выступал здесь в 1767 году. В память об этом событии в 2003 году тут поставили скультуру работы Курта Гебауэра. Автор изобразил маленького гения с одним крылом, балансирующим на клавесине, тем самым подчеркивая гениальность композитора и скоротечность его жизни. Конечно же, самое внушительное здание в Бруно – кафедральный собор Святого Петра и Павла, шпили которого видны с любой точки города. Собор потрясает своей красотой и величием. Храм был построен в конце XIII века на месте бывшей римской часовни. Во все времена жители Бруно находили в нем утешение и поддержку. А для врагов-завоевателей храм стал символом стойкости горожан и их непоколебимого духа. Сегодня собор Святого Петра и Павла – это действующий храм и главная достопримечательность Бруно. В 1177 году здесь по приказу князя Конрада II была построена небольшая церковь в романском стиле. С увеличением числа прихожан в первой половине XIII века к церкви присоединили две башни, и общая конструкция храма приобрела готический вид. В XIV веке в храме создали пресвитерии, внешний вид которого не изменился до наших дней. Позже храм неоднократно перестраивали из-за многочисленных войн, проходивших на территории города. В 1777 году по указу Папы Пия VI храм стал кафедральным собором. Спустя сто лет собор вновь перестроили, и тогда по проекту архитектора Августа Прокопа были построены две башни, ставшие главным символом собора. Их высота – 84 метра. По легенде, в 1645 году после четырех месяцев осады шведской армии между командирами был заключен договор. Если до полудня шведам не удастся прорваться в город, тогда их армия немедленно отступит. Когда колокол собора Петра и Павла прозвонил в полдень, и осада была снята, враги не заметили, что часы на самом деле показывают 11. С тех пор колокола собора каждый день звонят в 11 часов. Среди сохранившейся реликвии храма выделяют фигуру Девы Марии с младенцем и старинный барочный орган, покрытый золотом. Пока вы наслаждаетесь убранством храма, немного о здешней истории. В конце XII века город стал центром удельного княжества Пржемысловичей. Тогда его называли Бржетиславский град. В 1243 году поселение получило права королевского вольного города, а в конце XIII века стало резиденцией маркграфов моравских. С XIV века вопросы местного самоуправления стали решать моравские земские сеймы, проводившиеся в Бурно каждые два года. Будучи владением Габсбургов с 1526 по 1918 годы, Бурно являлся экономическим и культурным центром Моравии. В городе ежегодно проводились международные ярмарки. Во время 30-летней войны Бурно дважды осаждался шведскими войсками. Город не сдался и прусским войскам в 1742 году. В городе есть многочисленные сооружения в стиле ренессанс и барокко. Например, монастырь Капуцинов, построенный в XVII веке, с захоронениями чешских аристократических родов. В 1918 году город вошел в состав Чехословакии. Он сильно пострадал в годы Второй мировой войны от бомбардировок англо-американской авиации. Современный Бурно является одним из главных академических центров Чехии. Важнейшая отрасль – тяжелое машиностроение. Также развита химическая промышленность производства станков, сельхозмашин и электротехнических изделий. Промышленные районы располагаются на северо-востоке и юго-востоке города. В Бурно – место проведения международных промышленных ярмарок. Здесь также проходят туристические и финансовые ярмарки. Рядом с городом расположен международный аэропорт Туржаны. С него производятся регулярные рейсы по многим направлениям.